Главред, Украина. Почему Зеленский зря собрался в Брюссель? Илья Кусо, эксперт по международным отношениям Украинского института будущего. Главред, Украина. 3 июня 2019 года. Первый иностранный визит президент Владимир Зеленский решил совершить в Брюссель, сердце и столице Европейского Союза. Лично я не думаю, что это очень хорошая идея. Я понимаю, какие соображения стояли за этим решением. Это мейнстримно, модно молодежно, не отпугивает часть населения, вопившая пророссийскости нового президента, и позволяет выразить приверженность старым обязательствам и соглашениям перед нашими западными друзьями. Однако, в свете последних событий, и особенно выборов в Европейский парламент, я считаю, что этот визит преждевременный и пока что не является приоритетным. Вот несколько причин. 1. Через пару месяцев в Брюсселе поменяются руководители основных европейских институтов. Соответственно, зачем встречаться с уходящими фигурами? Они не смогут пообещать или дать ничего конкретного. Соответственно, визит будет обычной сверкой часов. 2. Европарламент сейчас в переходной стадии. Коалиции переформатируются, центры тяжести смещаются, руководство европейских групп сменится, зайдут новые партии, уйдут старые. Наш визит, по моему мнению, бессмысленный, ведь к осени снова надо будет ехать уже к новым европейским лидерам. Смысл торопиться именно сейчас? 3. Кто-то явно не следил за выборами в ЙОП и их результатами. Они серьезно увеличили фрагментированность ЙОП, ослабили центристские партии, завели кучу крайних политиков, вызвали досрочные выборы в ряде государств и погрузили АЭС глубже в свои проблемы. Многие крупные государства – Франция, Британия, Германия, Швеция, Италия – переживают внутренние трансформации в связи с выборами и возникшими из-за них проблемами, и им сейчас не до Украины. Они не будут идти на резкие телодвижения, пока у них неопределенности на домашнем фронте. По моему скромному мнению, первый визит должен быть совершен в Варшаву, к нашему ближайшему соседу, другу, партнеру и потенциальному союзнику по всем вопросам. А после этого президенту можно подумать о целом вышеградском турне с последующей разработкой внешнеполитической стратегии Украины в Центрально-Восточной Европе, включая страны Балтии. Это направление должно быть приоритетом. Здесь куча конфликтов и проблем, которые президент способен решить, и для этого нужен официальный визит с перезапуском отношений маразматически-идиотского формата последних пять лет. К тому же, именно наши соседи – это та геополитическая душина для нашей страны, способная спасти Украину от ловушки быть изолированными и зажатыми между глобальными игроками, бодающимися друг с другом, раскачивая мировую систему. Лучший соседей нас никто не поймет, ни приметы не желает. А Брюссель, в конце концов, никуда не денется. Можно поехать туда чуть позже, когда пыль после выборов в Йоп немного уляжется, и будут известны политические расклады, а значит и стейкхолдеры в новом составе ЕС. Владимиру Зеленскому важно не попадать в ловушку своего предшественника, когда наши соседи тупо игнорились в пользу размытых и туманных дискуссий в Брюсселе, Париже, Берлине и Вашингтоне. А проблемы на нашем западном направлении росли в геометрической прогрессии. Я считал, и считаю, что зацикленность на одном направлении с местечково-провинциальной спесью, отсутствие прагматизма в угоду наивно-романтическому восприятию Европы и мира, а также игнорирование проблем с соседями из-за политических интересов узкой группы людей, негативно сказались на внешней политике Украины последних пять лет. А сейчас в очередной раз позволить себе дополнительный геморрой в условиях войны с Россией и наступить на те же грабли мы не можем. У меня все. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.